В обычный день мобильный пункт принимает до двух тысяч человек, но после прошедших выходных и здесь очередь, желающих вдвое больше. Кто последний? Я вот переболела, просто не хочу второй раз болеть. Тяжело болели? Да. Мобильный пункт открывает двери в 10 утра, за полтора часа до этого уже занимает очередь. Кто-то не хочет долго ждать, кто-то не успел пройти вчера. Ну у меня есть гипертония. Вы осознаете риски, но все равно это нужно сделать? Ну я думаю, что да, потому что если даже будет инфекция какая-то и заболеешь, может быть это более облегченно будет проходить болезнь. В очереди держатся стойко, провожая взглядом тех, кто уже спускается по лестнице и жалуются, что нет лавочек. Хотя еще на прошлой неделе врачи скучали в ожидании пациентов. Сын привился, да, он в Санкт-Петербурге, дочь в Москве тоже привилась, как бы, не потому что, значит, желание у них бежать, ставить. Вот по статистике в Москве из 100%, которые привились, 30% заболели ковидом. Поэтому надежды на эти прививки, но сам не станешь источником и не будешь распространять, это надежда дает на то, что на уменьшение. Я еще 9 июня в 12 поликлинике записалась на очередь. Вчера звоню, они сказали, пока нет вакцины, позвоним. Ну, посчитайте, сколько время 9 числа прошло. Накануне в Минздраве заверили, что запаса вакцины в крае на несколько дней вперед. Поставки регулярно, дефицита нет. Подавляющая часть препаратов спутник ВИИ, его же чаще просят и жители. Другое дело, что забронировать время вакцинирования в поликлинике сложно. Напуганной третьей волной поставить препарат стремятся многие и блокируют запись. А на какой ближайший день можно записаться на вакцину от коронавируса? На 8 июля. На 6 июля ближайшая запись. Билет в Питер взял на самолет. Сказали, не выпустят, пока не привьешься. Спустя полтора часа работы мобильного пункта врачи рекомендуют пришедшим, нежелающим ждать, идти в 14-ю поликлинику. С сегодняшнего дня и там вакцинируют в порядке очереди. И у нас здесь есть кабинет вакцинации. Сейчас идут люди сюда, ну по какой-то причине, по той, скорее всего, причине, что это было В2, а в какое-то время приходили прививаться в разы меньше людей. В связи с этим у нас медработник освободился и мы перекинули сюда тех, кто может дойти сюда и желает, чтобы вне очереди побыстрее привиться. Противопоказания пишем. Ну, это кто ОРЗы болеет. В основном онкологические, на химиотерапии. Остальное мы делаем. Ну, а и такие тоже обращаются, да? Да. Особенно сейчас все теперь. Кстати, врачи поясняют, если вы заболели простудой в дни, когда нужно ставить вторую фазу, не отменяйте прием, а переносите. В этом не будет ничего страшного. А между тем, за две недели рост ежедневно заболевающих коронавирусом вырос вдвое. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.